всем привет однажды я приехала на урал и вот уже месяц я не могу отсюда просто выбраться и сейчас я нахожусь в горнозаводске 10.46 мы подъезжаем к месту гонки в 11 заканчивается регистрация начинаются тестовые заняты позавтракали в машине успели нормально а сколько участников уже зарегалось уже пятнадцать красуется красуется кто тут а офигенская кстати вообще очень красивая форма очень топовая вон сколько людей сегодня в горнозаводске день города и таким главным акцентом в этом празднике стал эндурокросс вспоминаю когда я был зрителем и не гонщиком я был в шоке собственно говоря из-за этого и можно сказать мне это понравилось и я начал этим заниматься хотя бы один человек из этой толпы найдется кто тоже захочет когда там какой-нибудь китайцы сначала купит может сыну кто-то купит он вырастет чемпионом мира боимся свет запугала уже всех на ездит итак мои прогнозы первое место задание второе место короб третье место будет у света нет потому что я труба обгоню на тебя не буду ладно ты еще молот у тебя психика слабая да да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но это мы наблюдаем за тем, как саратовский гонщик летов просто не сдается, он просто влетел в камни, но встал, немножко отдохнул, подержался за ногу и пофигачил просто дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделаешь заезд, что, как сложного? Сложного. Что именно? Все. Мне сказали, что это самый главный человек из Аккермана, сейчас сегодня у нас выступает главный спонсор, главный организатор этой мероприятия спортивного. Как вас зовут? Расскажите о гонке. Меня зовут Федоров Александр. Но я не совсем самый главный. Я приукрасила. Я сотрудник самой лучшей в мире компании Аккерман Цемент. Пришла идея организовать гонку, потому что у нас есть Аккерман Мотоклуб. Ездим, также участвуем в соревнованиях, увлекаемся эндуро. И решили устроиться на День строителя. То есть у нас профессиональный праздник, День строителя. Здесь уникальные места, горы, лес. Это рай для эндуро. Надо популяризировать. Все, и будет все отлично. На старте номер 8 и номер 9 Данила Черняев. Сейчас будет заезд с самого дабы вагончика в России. На старте номер 9 и номер 9. Снимаю. Продолжение следует. На старте номер 9 и номер 9. Снимаю. Чтобы с Даней не мечтать пару, надо проехать предпоследним хотя бы. Потому что сильный со слабым будет ехать. Объясняла. Ну, очень удобно быть бабой. Проехал хорошо – молодец. Не проехал хорошо? Ну ничего, ты ж баба. Ну, правда. Тебе можно. Очень удобненько. Света! Это просто мой топ. Давай, давай. Давай! 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 Офигеть! Нормально вообще? Как ты себя чувствуешь? Я попробовала разрывной. У меня не получилось. Мы видели, как все лимпуют Свете. Она хотела сделать разрывной, но она реально разорвала все пухоны зрителей, мне кажется. С характером, блядь, ты пухой делись, блядь. Да там она прям. Я на пухой идея являла. Я уже спортовать не могу же тебя, молодец. Все правильно. А сейчас мы наблюдаем за Никитой Тарасовым. Он перед тем, как переехать по этим покрышкам может быть не очень хорошо, но тем не менее он очень думал. Видно было, что он продумал свою траекторию, но, видимо, недостаточно продумал. Достаточно сложно, потому что чисто не проехал ни одного круга. Первый раз оторвал защиту, второй раз застрял в покрышке. Крутой спонсор, классно все организовано, не пожалели бабок. Очень крутой стадион сделали, у нас в Перми таких стадионов не было. Зацените, насколько грамотно все это скреплено. То есть, казалось бы, да, лежит куча бревен, опасно, но они все прочно скреплены, вся эта конструкция не разрушится. Что, ребятки, смотрят, газуют, выпендриваются, воу, выпендриваются, наводят шоу. Так даже немножко непривычно, что так мало гонщиков сейчас и так много зрителей. Ну, обычно даже в том же Геленджике, да, если посмотрим, дофига просто участников, ну и зрителей не так уж и много, а тут вон целый город, мне кажется, выстроился, целый горнозаводск выстроился, чтобы посмотреть эти эндуро соревнования. Приехал, начал есть, видимо гидролиния поломалась или что-то с машинкой, просто перестал работать с цеплением. Ну, сама машинка не работает. Ну, тут уже организаторы начали спрашивать, что может есть там у кого-нибудь знакомый шланг. Там сказали утром, у самого директора есть шланг, но он сказал, можешь вообще аккуратно мотоцикл взять. Ты что, заряда полторы тысячи километров. Свой мотик просто отдал, да? Да, вот на гонку. А то, получается, ты бы приехал просто так. Просто приехал, ну и стоял бы там, смотрел слезами, там облизывался, там слюнями. Ну, а теперь это все очень круто. Что самопед себе дали, получается? КТМ и XC-300, теперь ай. Подрастающее поколение эндуристов в горнозаводске, молодые ребята, лет по 12-13, я так понимаю, вот, все окружили, можно сказать, питбайк, и по ним видно, что им это нравится. А что вы тут делаете, ребят? Поддерживаем друга. А, вы сегодня выступаете, да? Уже. В гонке как участник, да? Да. А сколько вам лет? 16. И уже прям как гоняете? Ну, получается. А вы местный? Да. Расскажи, как тут эндуро, вот, есть где кататься, как ты занимаешься тут? Нигде. Ну, в основном, нету нигде. Ага. Так, по лесу просто. Вот Даня приехал, Коробов, другие разные гонщики. Что-то у них уже смотрел? Какие-то, может быть, моменты техники? Ну, в основном всю трассу. Вчера еще на разминке, когда Даня приезжал, смотрел за ним. И сегодня плюс-минус так проехал. А что вот у него ты выявил, с него пример, может быть, какой-то взял? Ну, то, что думать надо в основном, когда переезжаешь, все. В целом, все. На чем гоняешь? На КТМ-85. Круто, круто. Всем привет! Начало осени не повод для грусти, а прекрасная возможность воспользоваться сезонным снижением цен на приборы серии Ванквиш от компании Майнлаб. Например, Майнлаб Ванквиш 340 будет стоить всего 22999 рублей. Для того, чтобы его приобрести, переходи на наш сайт mdregion.com и покупай топовые приборы со скидкой. Это тот самый изя, кстати, ребят, у кого я брала интервью, который вот 16 лет гонщик, это его первые соревнования. Транная верха будущего чемпиона. Эндуро. Ты с трех лет, можно сказать, просто уже на мотоцикле. Расскажи о своем пути, почему тебе это все нравится? Ну, вообще, изначально в три года отец меня посадил на мотоцикл, так как сам был мотогонщиком. Всю жизнь этому посвятил. Я сел, поехал, грубо говоря. Через год поехал на первые соревнования. Приехал предпоследний на самом первом соревновании. Вот. Спустя два года я выиграл чемпионат Свердловской области. Затем на Кубах Луфо. И на чемпионате России уже был трехий. Ради чего ты, кстати, этим занимаешься всем? Я не знаю, я вот как-то, не знаю, напитывает определенная энергия, которая мне вот движет мною, дает мне что-то делать. То есть, помимо мотоспорта, любые дела, которые я делаю, если я не потренируюсь, грубо говоря, не поеду на мотоцикле, я уже себя чувствую некомфортный, как подавленным. Я, конечно, не гонщик, но хочу сказать пару слов о стадионе. Он интересный, он разнообразный. Огромные респекты ребятам Борза Тим. Они делают уже второе такое крутое мероприятие. То, что было в Губахе и вот сейчас в Горнозаводске. Это восхищает. При том, что ребята, как бы там, поспрашивая у них там, были ли они сами на других гонках? Нет. Это все опыт, собранный по крупицам. Именно как-то словесно, да, собирали материал. То есть, сами они по гонкам особо не ездят. Вот в чем удивительная штука, то, что они все это делают чисто на своих каких-то вот интеллектуальных способностях, а не на практике поездок по гонкам. И это респект им. Свет, а по поводу сложности стадиона, я у тебя, наверное, не спрашивала еще. Хочется, твое мнение, я тоже много где поездила. Ты уже для Горнозаводского такой вот стадион, это вообще что, как, куда? Это очень круто, это прям меня удивило, порадовало, потому что стадион в меру сложный и без таких суперзатычных мест каких-то, где можно сильно травмироваться, еще что-то. То есть, он такой, конечно, провокационный немножко, но именно вот тонко играется. Экстремальный, но безопасный. Вот почему-то так у меня прям, да. Вот эти большие покрышки, они такие немножко трепетные. Немножко как бы с трепетом я подходила к ним в первый первый раз, когда ехала. И каменная секция очень классная. Она сделана вот действительно, можно и ходом, но нужно очень грамотно выбирать реакторию. в 2018 году, по-моему, в Тюмени делали на набережной. У нас очень красивая набережная, тоже на день города, подобные соревнования. Но почему-то я начала заниматься в 2019. или попозже. Я даже не знала об этом и не смотрела. Я даже не думала, что я буду когда-нибудь вот так вот тоже гонять. И что будешь вот так вот тебя встречать? Просто Света, привет и Света, бам! Ха-ха-ха-ха! Да! Поймал, поймал. Играет музыка. Ножок, ножок, резины. Ну вот уже три участника приехали. Черняев, Журавлев, Коробов приехали. Остался еще один гонщик из команды Аккерманок. Это было так неожиданно. Это было так неожиданно, скажи. О, Господи. Просто нет отбоя, нет отбоя. От фотосессии с чемпионом. Это же целый праздник для ребят. Вот вы прикиньте, насколько это вдохновляющий момент для всех остальных. Для вот этих вот маленьких пацанов и девчонок. Насколько это вдохновляющий момент. И они сфоткаются на этом мотоцикле. У меня сейчас слеза пойдет. Я никогда еще не видела, чтобы так долго и так много людей просто фоткались с Даней. Просто ему уже пора идти на сцену, а он все еще фоткается и фоткается. Встречали! Вырвался, вырвался. Я не знаю, как они надеют, но можно музыку выключить? Я прошу поаплодировать. Официальное награждение, дамы господа. Эндор Ахвёс, под ваши аплодисменты! Как думаешь, кто же занял первое место? Вот очень удивительное история. Кто же, кто же? Я не знаю, все стоят. Ну что же там, господа? В город Саратов. Очень понятно. Первое место под ваши аплодисменты! Черняев Данила! Ого, господи, неужели я почерпал? Первое место 50 тысяч рублей достается. И именно ему ваэрка Партура Кросс завершен, дамы и господа. Просто аплодисменты! Праздник, хочется приезжать. Я сюда приехал, мне полторы тысячи километров ехать и покататься 20 минут. Ну, это как бы того стоит ради 50 тысяч. Короче, пацаны, организаторы, молодцы! Ну вот он, довольный Данила Черняев с чеком на 50 тысяч рублей. Собственно, зачем приехал, то и забрал. Как настроение дать после конкурса? Классное настроение, лучше. Как может быть настроение плохое? Слушай, ты много где ездил по стадиону. Вот здесь, насколько быстро все это собрано? Оцени по качеству, сложности, маневрности. Быстро собрано. Ну, как ты сам, как говорили, что буквально за два дня все это ребята соорганизовали? Им помогли, цемент, вот, цементный завод помог, там, всякими техникой всякой, ну, камни, короче, материал. Они, говорят, буквально за два дня вот это делают. Молодцы! Будешь ездить на такие подобные мероприятия, если тебя будут приглашать, если не будет такого призового фонда, а просто развивать эндуро? Ну, я думаю, да. Я вообще рад за развитие эндуро, а тут все. Ну, приятно, когда делают такой праздник с ведущим, со сцены, он комментирует все в процессе. А то обычно, ну, все молча проходит. И, наверное, на этом я завершу свой видеорепортаж из Горнозаводска, это Пермский край, где здесь проходила гонка по эндурокроссу. И хочется сказать, что так здорово, когда вот градообразующие предприятия, такие как Аккерман, не хочу делать рекламу, но просто я случайно сюда приехала, и так сам мало, что они настолько крутой праздник сделали. Насколько я знаю, сам владелец директа завода тоже любит эндуро и гоняет, поэтому все сделал вот такой вот праздник и жителям города, и гостям. Вот сюда приехали спортсмены из топчиков, это Даня Черняев, Коробов, Саша, потом Журавлев, Андрей, тоже молодой начинающий парнишка, очень классно гоняет. Вот, а остальные ребята из ближайших регионов, городов, они устроили настоящий праздник. И вот на фоне этой разбитой тачки с надписью Аккерман, мне хочется сказать, что было бы так вот во многих других городах, во всех малых городах России, так популяризовать, развивать себя, свою инфраструктуру, чтобы об этом городе узнавали. Ну, вы знали про горнозаводский? Я нет. Так, где наши гонщики, никто не знал, пока не приехали сюда, пока их не пригласили. И, кстати, призовой фонд был 100 тысяч рублей. За участие в гонке гонщики не платили, они просто приезжали и за регистрацию ничего не отдавали. А на обычную гонку, как правило, они отдают там 3-8 тысячи рублей, чтобы просто поучаствовать. Вот такие вот дела. Что происходит, а? Свет, Свет, ты просто не видела, пока ты стяжки затягиваешь. Что тут, Даня, на мочке твоем делал? Да, так, помыпендривался.